Русские новости 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 Как будто Сталин сейчас откопается из гроба и выйдет этот монстр и наладит все так, как было. То есть массовые казни не только врагов нашего Отечества, но и массовые казни миллионами буквально русских людей. Нам это надо? Я думаю, что здравые русские патриоты никогда не будут сталинистами. Или, по крайней мере, будут относиться к этому вопросу снисходительно, потому что кому-то нравится Сталин, кому-то не нравится. Давайте мы просто отвернемся от этого вопроса и решим, что нам делать в настоящее время, как обеспечить наше будущее, чего нам собачиться из-за Сталина. Но оказывается, кому-то это очень нужно. И стоит затронуть этот вопрос, стоит высказать негативное суждение на этот счет, тут же идет поток всякой руганий, бреда всякого. Но это ладно, я думаю, что мы этому вопросу еще посвятим немало времени, потому что сталинизм и Россия, Россия будущая, национальная, русская, несовместимы. Я думаю, я в этом абсолютно убежден. Если кому-то очень не нравится именно это мое суждение, я не принуждаю никого ни союзничать со мной, ни стоять со мной в одном строю политическом, ни ходить на наши шествия, ни смотреть русские новости. Я со сталинистами расстаюсь легко, легко. Если им что-то от меня надо, то тогда я готов искать с ними какой-то компромисс в деле борьбы за русскую национальную власть. Если им не переносим мой антисталинизм, то они могут идти в направлении, которое сами для себя избрали, мне совершенно в другую сторону. Теперь все-таки о состоянии русского самосознания. Здесь недавно опубликованы были данные о том, насколько граждане России знают о том, что существует такой русский марш, и как они относятся к русскому маршу, и одновременно как они относятся к политическому шествию в тот же день, пропутинскому, провластному, 4 ноября. И что оказывается, мы русские националисты, проводя русский марш во многих городах России, подвергаясь репрессиям, затрачивая на организацию, на изготовление баннеров, на оповещение, ничтожные суммы, ну больше мы просто не можем. Ну вот бюджет московского шествия, ну это где-то 20-30 тысяч, если конечно не сходить с ума, как некоторые сходили, кому такие шальные деньги прибывали, они там заказывают сцену за 20-300 тысяч, там как угодно, я не знаю сколько стоит, но я знаю, что минимальная сцена с таким вот навесом от дождя, это ну тысяч 15, наверное, не меньше. Вот мы как-то все время, русский национальный фронт, обходимся минимальными затратами, но это где-то 25-30 тысяч, не больше. Сюда входят там звуковые установки, изготовление баннеров там и всякие другие затраты. По-хорошему, конечно, надо было бы 1100 тратить на шествие, чтобы и оплачивать оповещение через социальные сети, но у нас нет на это денег, нет. И вот эти ничтожные суммы позволяют нам быть известными в русском народе и получать поддержку не просто сравнимую, а практически такую же, как и шествие путинистов, которое организуется разнообразным административным давлением на учителей, врачей, преподавателей, вузов, студентов, военных и так далее. Вот их всех выводят в этот день, 4 ноября, чтобы продемонстрировать, что они на самом деле и не знают, что они демонстрируют. Кроме любви к своему начальству они не демонстрируют ничего. И все это, подавляющая масса, которая выходит 4 ноября, это, конечно, наемники. Наемники либо наняты при таком условии, что они в этом участвуют в бюджетной организации, и поэтому они подневольные, такие наемники-рабы, наемные рабы. Либо это, ну, совершенно уже сумасшедшие люди, их очень немного. И вот судя по тому, что мы видим по опросу, ну, примерно 30% знают о том, что происходят русские марши, и 35% знают, что в Москве 4 ноября чего-то там какое-то шествие происходит. Если учесть ситуацию опроса, когда фактически нужно выразить лояльность или нелояльность к власти, то это цифры одинаковые. То есть известность русского марша и известность пропутинского шествия 4 ноября в самосознании одинаковые. Что касается поддержки. Поддержка тоже практически одинаковая. Но социологи показывают более низкую цифру поддержки русского марша в сравнении с пропутинским шествием. Тем не менее, опять же, ситуация опроса говорит нам о том, что далеко не все готовы открыто провозгласить свою поддержку русскому маршу, и далеко не все готовы выразить негативное отношение к пропутинскому шествию. Тем не менее, выражают, тем не менее, выражают. И это значительные цифры, эти цифры превышают 50%. То есть это люди, которые, по крайней мере, равнодушны к этим событиям, которые происходят в Москве 4 ноября. Их довольно много, вот этих лиц, которые уклоняются вообще от какой-либо оценки. Но это и понятно в обстановке репрессий, слежки. Конечно, люди не хотят выражать свое мнение и не хотят беседовать с социологами. У социологов есть другие инструменты, кроме опросов, чтобы понять, что происходит с этими массовыми опросами 1600 человек, которые якобы всю социальную инфраструктуру общества отражают. Но тем не менее, мы примерно можем судить именно так, что многомиллиардные затраты, колоссальное давление на граждан приводят примерно к тому же результату, что и то, что делаем мы, практически не затрачивая ничего. Да, наши шествия куда как менее многочисленны, но впечатление они оказывают на граждан ровно такое же, как 100-тысячные, 300-тысячные шествия путинистов. И это означает, что в национальном самосознании есть устойчивое ядро, неприятие вот этой оккупационной власти. Неприятие. Поэтому я и хотел бы обратиться к участникам русского движения и тем, кто примыкает к нему, еще раздумывает участвовать, не участвовать. Мы очень часто недооцениваем свою деятельность. Вот некоторые говорят, а что там ходить на какие-то шествия, до вас там 100 человек не наберется. Тем не менее, это даже когда в средствах массовой информации об этом нет ни слова, до людей доходит, что русское движение существует. Оно именно так и выражается в публичных акциях, не на кухне же в ваших обсуждениях между собой, и не на закрытых собраниях. И уж тем более не в каких-то силовых акциях, которые, слава богу, закончились, их особенно и не видно. И, конечно, было бы глупостью готовить какие-то вооруженные формирования, тайные подполья, чтобы получить от нынешней власти какой-то тюремный срок. И вас там все 10 человек, которые готовили государственный переворот, окажутся за решеткой на длительный срок. Понятно, что против многомиллионной армии полиции и сейчас национальной гвардии, огромных этих многочисленных формирований, невозможно при нынешнем уровне слежки и несвободы сформировать хоть что-нибудь. Даже просто спортивную организацию создать параллельно. Она будет просто разгромлена, ее объявят экстремистской. Тем более, что сейчас в Государственной Думе, например, или в органах государственной власти все поражены тем, что произошло на Хованском кладбище. Хотя, чему там поражаться? Да, там произошло столкновение азиатов с кавказцами. Это на русском православном Хованском кладбище, где храм стоит, где захоронены в подавляющем большинстве русские люди. Ну, там кусочек я видел какой-то армянский, но подавляющая большинство это русские люди. И вдруг за контроль на это кладбище, за этим кладбищем сталкиваются многочисленные, с многими десятками боевиков, группировки. Там таджики и прочие выходцы из Азии, и кавказцы, которые тоже там с оружием. Очевидцы говорят, что было применено огнестрельное оружие, вплоть до автоматов. Были слышны автоматные очереди. И в сравнении с тем, что сообщаются в средствах массовой информации, якобы убито три человека, говорят, что значительно больше, потому что раненых и убитых успели увезти, унести их собратья, представители их преступных группировок. А полиция ждала, когда все это закончится. Вот они ждали, а потом, когда все уже произошло, когда это все безобразие прошло, Вот тогда они начали вмешиваться, кого-то там скрутили, директора кладбища арестовали. Ну, вы бы арестовали того, кто его назначил. И проводили бы там рейды, чтобы там не было никаких таджиков, чтобы там работали граждане России, русские, на русском кладбище. Это нормально. Но с советских времен кладбищенский бизнес, так называемый, он приносит, конечно, колоссальные доходы. Поборы с тех, кто хоронит своих родных, просто неимоверные, астрономические. И все это дело продолжается. Но сейчас, видимо, доходы у населения уменьшились. И доходы у этих преступных группиров, которые контролируют все кладбища, я вас уверяю, убеждаю, что это все кладбища под контролем находятся, упали. И поэтому они стали вытеснять своих конкурентов, чтобы сохранить прежний уровень доходов. Вот от этого такое столкновение, причем стрелку так они забили, конечно, удачно среди могил, чтобы там все залить кровью своей. Лучше бы где-нибудь они у себя там на Кавказе проливали кровь и там со своими разбирались кровниками. Вот там. Здесь русская земля, русское кладбище, русские гробы. Поэтому нечего здесь сделать кавказцам, таджикам, азиатам. Там все эти люди должны быть депортированы или помещены в лагеря временного содержания, где они должны заработать на обратный билет. Заработают на строительстве, например, дороги Москва-Владивосток. Ну почему бы и нет. Отсюда и до обеда работаете, от обеда до поздней ночи. Через месяц получаете билет домой к себе, там в Душанбе, и отправляетесь туда. Но нет, российская власть ориентирована на совершенно другое. Поэтому все разговоры о миграционной политике, которые снова надо ужесточать, это, как говорится, разговоры не в пользу бедных. То есть не в пользу русских, которые доведены до бедности, а только в пользу правящей мафиозной структуре, которая включает в том числе и этот кладбищенский бизнес, бизнес на костях, на человеческом горе. Этот бизнес продолжается. Этот бизнес продолжается и будет продолжаться. Просто сейчас снимут одного директора, поставят другого. И он, даже если будет поначалу честным человеком, то либо его убьют, если он сохранит свою честность, либо он превратится в негодяя, как это происходит и повсеместно. Вот такая грустная ситуация. Кроме того, у нас вот то, что произошло на Хованском кладбище, объявляется актом экстремизма. Боже мой, мы все русские люди, экстремисты, если боремся за свои права. Поэтому будут ужесточать, если уж будут ужесточать законодательство, то не только миграционное, а если будет миграционное законодательство, ужесточение, то, конечно, не только для таджиков. А как оно коснется бандформирований кавказских? Как? Да никак. Потому что они иммигрантами не считаются. Они приезжают сюда, в центральную Россию, устраивают здесь свои бандитские порядки. Кто им противостоит? Никто. Полиция? Нет, она абсолютно бездействует, абсолютно равнодушна к тому, к тем процессам, где нельзя поживиться. Ну, зачем полицейскому вмешиваться в какие-то дела, это же могут еще и по башке настучать. Нет, это совершенно лишнее, и вся структура полицейских сил, это, конечно, полная профанация. Зряшняя трата бюджетных денег, которые мы все с вами собираем, из тех налогов, которые платим, и из работы госпредприятий, и продажи того, что нам тоже принадлежит, тех природных ископаемых, которые продают за рубеж. Вот это все говорит нам о том, что государственный организм, конечно, поражен насмерть. То есть это смертельная болезнь государства, как такового, уже не существует. Есть только имитации. И, соответственно, этой имитацией и объявляется минимальная заработная плата, МРОД, так называемый, от которой там считаются многие пособия, налоги и прочее, прочее, прочее. Ну вот сейчас МРОД нам предлагают, так вот, такую подачку. Было 6400, теперь будет 7500. Правительство само выходит в Государственную Думу, уже все просчитали, 7500, и ни в чем себе не отказываете. Это минимальная заработная плата, которая меньше, чем пенсия. Вообще за такую плату можно работать, но только для того, чтобы себя прокормить. То есть все остальное должно быть, что ли, у человека? То есть как он будет из этих 7500 оплачивать хотя бы квартиру и еду? Ну вот этих денег хватит разве что только на еду. И может быть даже не хватит, потому что до работы не проедешь. Надо еще за транспорт платить. Поэтому все вот эти дикости, все эти дикости, они продолжают сохраняться только с одной целью. Бандитизм, вот это унижение, социальное унижение русского большинства с целью его ликвидации. С целью ликвидации у русских, прежде всего, их самосознание и их желание продолжить свою историю. Вот этого добивается ныне действующая олигархическая группировка, находящаяся у власти и возглавляемая Путиным. Бандитизм на Хованском кладбище не исчерпывает те безобразные события, которые происходят в России. У нас спорт, спортивные единоборства все захвачены инородцами. В свое время я проводил такое исследование. Все руководство спортивных организаций, связанных с единоборством, все захвачено нерусскими людьми. И изредка там встречаются на второстепенных каких-то постах русские люди. В подавляющем большинстве это лица, которые связаны к тому же еще и с преступными группировками. И об этом свидетельствует событие, которое произошло на одном из борцовских чемпионатов, когда проигравший свою схватку кавказец бросился с кулаками на своего оппонента, к которому он должен был бы относиться с уважением. Его того бросились защищать члены его команды. И тут вышли горячие кавказские парни, чеченцы с оружием. Кто-то с ножом, кто-то с пистолетом. Ну, представляете себе, человек идет как зритель, может быть, как участник на спортивный чемпионат, в данном случае по вольной борьбе, и кладет себе в карман пистолет. И никто его не задерживает, разумеется. Ну, разве задержишь такого дядечку, который всю жизнь накачивает себе мышцы со свирепой рожей и таких крупных габаритов? Вообще, вольники, классики, борцы выглядят очень презентабельно. Не знаю, как они в боевых ситуациях выглядят, но когда на них смотрят охранники какого-нибудь спорткомплекса, они начинают вибрировать. Вот тем более, что приходят они толпой, целой командой. Что досматривать? Да ты кто такой меня досматривать будешь? И вот, оказывается, интересные вещи, всякие комментарии по этому поводу, что нужна дисквалификация, того, кто устроил драку. Те охранники, которые пустили вооруженных людей в дворец спорта, они должны быть наказаны. Подождите, а те бандиты, которые пришли с оружием в спортивный зал, они не должны быть наказаны? Так вот, об этом нет ни слова. То есть, бандиты, вооруженные бандиты, присутствовавшие на массовом мероприятии, вооруженные. Смотрите, вот нас, русских людей, когда мы приходим на свои шествия, досматривают, просто ощупывают каждый карман. Когда там говоришь полицаю, ты что делаешь-то? Хватит так рьяно-то ощупывать. У тебя что там, какие-то сексуальные наклонности неправильные? Они говорят, это по инструкции. Да нет такой инструкции, понимаете? Была бы инструкция, это всех этих лиц с бандитскими рожами ощупывали бы так, как ощупывают преступников. А тут ощупывают нас. У нас на наших шествиях никогда никаких эксцессов не было. Никогда, никогда. Даже мелких стычек не было. Здесь же применение оружия. То есть, это была реальная опасность для многих людей лишиться жизни или здоровья. Когда в толпе вдруг оказываются люди, вооруженные пистолетами и ножами. Ну, ножа не видел. Пистолет тоже на видео попал только один. Но очевидцы говорят, что их было несколько. Несколько людей, вооруженных пистолетами. На спортивном массовом мероприятии в куче людей. Видимо, этим бандитам все сойдет с рук. Потому что в правоохранительных органах сидят те, кто подчинен бандитам. А вовсе не борются с ними. Ну, не борются они с бандитами. Иногда, когда им дают поручение, там, вот, какую-то конкурирующую банк-группу ликвидируют. Да, ликвидируют. Но в целом против бандитизма министерство внутренних дел, прокуратура, следственные органы, суды не борются. Не борются. Поэтому и получаются такие эксцессы. Где вопрос вовсе не в поведении какого-то там чеченского борца, который набросился с кулаками на своего противника. Ну, это если бы это событие было, ну, это рядовое событие. Да, горячая кровь его дисквалифицировали на несколько лет. И все. А здесь было просто преступное деяние. Массовое преступное деяние. И никто не пошевелится, не пошевелился. Я тут еще случайно просто включив телевизор, спортивный канал, вдруг обнаружил интервью, которое берут. Мастер-класс дает. Кто дает мастер-класс? Убийца. Руслан Мерзоев. Если вы помните такого, или Мерзаев, так вот как-то по-русски более звучит внятно. Руслан Мерзаев, который убил русского парня. Просто потому что тот что-то не понравилось ему, что он там сказал. Ударил его кулаком в висок, тот потерял сознание и ударился затылком о бордюрный камень, после чего скончался в больнице. И Мерзоев теперь выступает, продолжает выступать. Он продолжает быть спортсменом, представителем Российской Федерации. Ему позволяют тренироваться, совершенствовать свои навыки убийцы. Более того, телеканал Матч ТВ берет у него не просто интервью, а берет у него мастер-класс. Он показывает, как убивать людей. То, что это выглядит как некие спортивные действия, где-то в микс-файте, на спортивной площадке, где есть правила, где есть судьи. Довольно жестокое единоборство, смешанные единоборства разные бывают. Но все они достаточно жестокие и травмоопасные. Но Мерзаев убийца, он показывает, как убивать, а не как сражаться в ринге, не как сражаться в этом восьмиграннике. И Матч ТВ спокойно к этому относится, пропагандирует бандита-убийцу, которого фактически отмазали от тюрьмы, где он должен был бы находиться лет 15, за преднамеренное убийство. К сожалению, видите, у нас не борются с бандитизмом и средства массовой информации. Они принимают это как должное. Интервью у убийцы, который дает пример, образец поведению молодежи. Вот это Матч ТВ. Запомните, почему Матч ТВ показывает такие безнравственные репортажи. Потому что возглавляется не русскими, а моральными людьми, не имеющими к тому же никакого отношения ни к спорту, ни к телевидению. Вот такая кадровая политика у тех, кто заведует формированием информационного пространства в окружении Путина. Да, забыл сказать еще занятную вещь. Один из моих приятелей по переписке рассказал совершенно поразительную вещь. Вот как раз я вспомнил про Хованское кладбище, что нерусские люди обслуживают русские могилы и берут мзду с русских людей, которые убиты горем от того, что скончался кто-то из близких, торгуют этими могилами, которые там заброшены часто бывают. Вот эти могилы освобождаются и они этими могилами торгуют. Ну, можете представить себе, сколько стоит могила на Хованском кладбище. Это не единственное присутствие инородцев в русских делах. Вы знаете, что русские храмы строят мусульмане. Московская патриархия не чурается ради экономии средств нанимать мусульман, которые совершают намаз во время строительства храмов. Нерусские строители, неправославные, как это даже при написании иконы, чеканописец должен помолиться, попаститься, должен войти в то духовное состояние, которое позволит ему изобразить божество. То, что такое изображение создать, которое напомнит и другому человеку, любому другому православному человеку о Боге. Здесь же храм Бога нашего строят люди, которые не просто не верят в него, а верят в прямо противоположное. То есть отрицают существование Христа. С каким духовным состоянием они строят православные церкви. Так в эти церкви ходить нельзя. Они просто прокляты с самого начала. И московская патриархия идет на это. Мало того, один из моих приятелей по переписке как раз мне прислал свой материал, такое микроисследование, когда он вдруг в церковных лавках, русских, московских церковных лавках, обнаруживает кошерные продукты. Ну а что там? Ну это же нормальные продукты для употребления, говорят ему продавцы, которые тоже являются абсолютно неверующими. Они не понимают, что такое иудаизм на территории русского храма, в церковной лавке. Как это вообще может быть? И вот этот человек обратился к одному, к другому иерею, к священнику, но никакого понимания не нашел. Не только у этих продавцов, которые говорили, ну товар-то качественный, нормально, зачем вам беспокоиться? Если вам он нужен, покупайте, не нужен, идите отсюда. Ну вот человек провел такое микроисследование, оказалось, что людям в рясах совершенно все равно. Кто строит их храмы, кто их обслуживает, стрижет там газоны, кто продает в церковных лавках товары, какие это товары, им абсолютно все равно. То есть на самом деле от церкви не осталось ничего. И человек в рясе вовсе не представляет христиан, последователей Христа. Если он к таким вопросам относится равнодушно, если он допускает подобное на территории храма, где он окормляет свою паству, значит он давно уже не христианин. Он просто отправляет требы. И это не значит, что с ним вообще можно иметь какое-то дело. Он не христианин, поэтому и в его храме делать нечего. Это уже просто одна оболочка, и внутри уже не осталось ничего. Поэтому христианам надо сильно задумываться, может быть, к тем батюшкам, которые не проявляют должного отношения к вот этим деталям. Просто не надо ходить, не надо у них исповедоваться. Если они поминают ересиарха бывшего патриарха Кирилла, то нечего делать в их храмах. Им нельзя исповедоваться, потому что они не христиане. Молчанием предается Бог. Они предали Бога. Не обличив бывшего патриарха, который должен быть извергнут даже из священнического сана, они предали Бога. Значит, они не христиане. Как же мы можем у них исповедоваться, причащаться, слушать литургию от них? Не можем. Может быть, мы вообще нигде не сможем слушать литургию, потому что все превратится в фарисейские выдумки. Может быть, и такие времена настанут, может быть. Но ничего, не было храмов во времена Христа. Молились люди и становились христианами. Мы должны оставаться христианами, несмотря на предательство церковной иерархии. Оно уже было, но состоялось в 17-м году, в феврале 17-го года, был обеспечен усилиями как раз людей в рясе. Теперь мы видим другое предательство, новое, очередное предательство. В общем, довольно-таки логичное. Предатель предает вновь. Мы снова видим предательство, когда люди в рясах обслуживают интересы ныне действующей олигархии, стремящейся уничтожить и христианство, и русский народ, и христианство вместе с русским народом. Поэтому здесь нам надо делать выводы. Каждый делает, конечно, индивидуально по своей жизненной ситуации, но надо смотреть на это, не закрывать глаза. Это же не главное, что вы знаете текст молитвы. Главное, ради чего вы вообще молитесь, ради каких действий, ради какого образа жизни, молитва только приготовления, это богообщение, и через молитву можно получить какое-то наставление, настрой какой-то, но если вы не получаете никакого настроя, то это просто набор слов. Для вас это набор слов. Для священника это набор слов. Да, он помахал кадилом, выученные тексты литургии произнес, и все. Если это все, то тогда все это абсолютно лишено какого-либо смысла, и Богу это не угодно. Иногда средства массовой информации, как говорится, расчехляются по полной программе, разоблачают сами себя, только вот слушай и внимай. Вот здесь попытался один из ведущих телеканалов разоблачить господина Навального, рассказав о том, как его партнер по бизнесу получал заказы от тех, на кого Навальный наезжал, публиковал компромат, подавал иски в суд и так далее, и так далее. То есть осуществлял информационное давление. А потом эти фирмы заключали договоры с его партнером, с фирмой, которая возглавлялась его еще студенческим другом и его отцом. Вот такую нехитрую схему. Она как-то тут даже придумали какой-то английский термин, гринмейл, на самом деле, то, что они называли, корпоративный шантаж. То есть Навальный как шантажист выступает, как такой блогер раскрученный, вопрос, кто его раскрутил. Он давит на какую-то фирму, эта фирма размещает заказ у его партнеров. Но разоблачили они себя каким образом? А кто эти фирмы, на которые оказывал давление Навальный? Ну хорошо, я понимаю, Навальный, конечно, человек несамостоятельный. Что ему принесли в корзиночке, то он оформляет красиво и выставляет на публику. Ну другой функции у него нет, он же не следователь. Откуда у него все эти данные о разных правонарушениях, о спекуляциях, о недобросовестном бизнесе? Вот он это выставляет. Против кого? Ну оказывается, что все эти фирмы или многие из этих фирм являются либо просто государственными, либо вплоть до того, что это администрация президента. То есть он на них вываливает компромат, а эти люди оплачивают услуги вот той самой фирмы, которая теперь, какое большое открытие оказывается как-то связано с Навальным. Хорошо, пусть эта фирма тогда еще и Навальному оплачивает его политическую деятельность или вот его направление. Тогда кто является заказчиком всего этого? Получается, что администрация президента и другие структуры, на которые наезжал Навальный, государственные структуры и являются заказчиком его деятельности. Они оплачивают эту деятельность. Я не исключаю, что эти же самые фирмы передают компромат на самих себя Навальному, чтобы Навального раскрутить, поднять и чтобы этот козел свое стадо, своих баранов там или баран, не знаю, все это стадо привел на бойню. Ну он привел все. Что осталось от тех революционных борь в стакане воды, которые в 11-м году состоялись? Ничего, даже структуры никакой не осталось, ни политической, ни партийной. Ничего не осталось, остался только вкус поражения. У тех, кто купился на эту ложную деятельность, на эти ложные призывы, остался только вот этот горький привкус, больше ничего. Потому что там не было ничего, никакой ни программы, никакого стремления что-то реально сделать. Там была попытка сделать примерно то, что сделали на Майдане. Но силенок не хватило, там в органы государственной власти, которые как раз все эти заказы размещали, раскручивали Навального. Ну так как Собянин его раскрутил на выборах на пост мэра Москвы. Вот точно так же его раскручивали и вот эти закулисные силы, которые стремились к одному. Вот эту волну, которая уже пошла, во-первых, увезти в либеральный лагерь, то есть всех русских людей туда отправить. И, конечно, появились эти вот христопродавцы и национал-торгаши, которые тоже туда пошли. Вот Навальный, это вообще наше спасение, это наш единственный шанс. И они туда русское движение стали встраивать и встроили, опозорили и уничтожили все то, что все структуры, которые туда были заведены. И все то, что там создавал Навальный, всю эту липу, весь этот мыльный пузырь, он тоже лопнул. От него не осталось ничего, абсолютно ничего. И я думаю, что это такая элементарная разводка. Вырастили вот такой центр притяжения, стянули туда все, что только возможно. И потом верхушку изюма из этой булочки выдернули и выбросили. Все. И все это сгнило. Вот поэтому здесь средства массовой информации разоблачили сами своих заказчиков, которые рассказали, что оказывается государственные органы, государственные структуры, государственные корпорации оплачивали деятельность Навального. Я вас поздравляю. Очень интересное саморазоблачение, связанное с скандалом на Евровидении. На всех каналах причитают, ай-яй-яй, мы вот все во всех странах проголосовали за какого-то там певца, с позволения сказать, что он там поет. Честно говоря, я не слушал и слышать не желаю. Это просто омерзительно. Вот якобы наш провалился, а вот какую-то там крымскую татарку с Украины, которая пела какую-то гадость про Россию, вот ее независимое жюри избрало победительность этого конкурса в Евровидении. Да на что нам сдалось это Евровидение? Ну все как-то средства массовой информации прямо обижены, и видно, что здесь какой-то заказ, что должна быть проявлена всеобщая такая вот ненависть к Евровидению, потому что победил не наш, а вот украинка. Непонятно что еще, даже непонятно какой сексуальной ориентации, что это там даже вот, не знаю, может быть это обман в сети опубликовали, что до этого, в общем-то, мужик, который прикинулся девкой и вот выступал. Чего там она пела, какая разница? Граждане, чего смотреть-то на это? Они у них свои шашни, понимаете? У них на Евровидении поют только там на английском языке, в основном на английском языке. И те, кто приезжают из России, это на самом деле граждане мира, ну какие они нам вообще сограждане? Ну видите, как обидно, они входят в какую-то вот эту группировку, которая совершенно чужда русским людям, участвует в этих конкурсах, которые абсолютно нам не нужны, они омерзительны по всему, что там происходит, по слушателям, по исполнителям, по всему антуражу, это просто мерзость. Но для них это очень важно, для них это очень важно, что на Евровидении их клеврет должен там что-то там получить, какие-то там, вы что, участвуете в голосовании в этом безобразии? Да как это вообще, вы смотрите это? Да как это вообще можно представить, чтобы разумный человек смотрел Евровидение и еще присылал какие-то там то ли смс-ки, то ли сообщения по электронной почте, кого он поддерживает? Да это уму непостижимо для русского человека, это просто бесовщина какая-то. И вот эта бесовщина оказывается в центре внимания кого? Так это вот эти поклонники золотого тельца, то есть поклонники беса, которые сидят у нас в Кремле, они очень сильно обижаются, вот они обижаются, что там допинговый скандал оказывается на Олимпиаде 2014 в Сочи, там все были пропитаны этими наркотиками спортивными, поэтому показали очень высокие результаты, да, калечили здоровье. Ради чего? Ради того, чтобы вот Путин мог вложить себя, что он такой великий, значит под его руководством выигрывается там Олимпиады, масса золотых медалей. И здесь тоже вот под руководством Путина, вот они этим занимаются, понимаете? Они не занимаются государственным управлением, они занимаются имитацией спортивных побед, они занимаются имитацией каких-то музыкальных конкурсов, там музыки никакой нет, это просто шоу такое, совершенно нелепое, музыки там не существовало, и прочими имитациями, то есть все превращено в имитацию. То есть Путин это имитатор, он даже своим лицом что-то имитирует, честно говоря, даже не хочется думать, что он там имитирует, вот ничего там человеческого нет, то есть такая вот гуттаперчевая маска, которая все время какие-то ужинки строит, все имитировано, то есть нет ничего настоящего, и они хотят, чтобы мы верили в эту имитацию. Соответственно, у нас должен быть позыв ни в коем случае не поддаваться этим чарам, это бесовские чары, которые просто наш мозг убивают, зачем нам тогда на это вообще обращать внимание, давайте мы просто не будем, не надо смотреть на лицо или на вот эту маску Путина, это имитация, не надо верить ни в правоохранительные органы, которые никогда не будут нашей стороне, ни в то, что по телевидению могут сказать хоть слово правды, иногда говорят, конечно, правду, и подмешивают туда ложь, та, которая выгодна правящей группировке. Не надо ни смотреть, ни обращать внимания, кто там на Евровидении фамилии, даже не надо помнить эти фамилии, потому что они просто заполняют голову каким-то мусором, не надо в этом участвовать, не надо сочувствовать российской власти, потому что это на самом деле не власть, это узурпаторы, оккупанты, не надо прославлять наконец какие-то победы российских вооруженных сил в Сирии, где они просто бомбили тех, кто не обладал ни противовоздушной обороной, ни, соответственно, военно-воздушными силами ИГИЛ. Да, бомбили, бомбили, несколько месяцев бомбили, и вдруг что оказывается? Освободили Пальмиру, и теперь опять Пальмиру штурмуют те же самые силы ИГИЛ. То есть результат нулевой. Алеппо там торжественно освободили, спасибо России, там снимают все эти репортажи, сирийцы там просто радуются тому, что русские на них внимание обратили. Русские. Да русские ли? Да не русские обратили внимание. Это какая-то там стратегия закулисная, о которой мы ничего не знаем, но мы видим результат нулевой. Единственное, что вот в мозгах, не слишком твердых в сознании людей, вдруг обнаружился такой патриотизм. Какие у нас крутые военно-космические силы, космические силы у нас, оказывается, борются с терроризмом. ИГИЛ, это же террористы. Что такое ИГИЛ, никто не знает. Никто не знает, потому что нам не сообщают, никто не занимается исследованием этого вопроса. Откуда у них деньги, откуда у них вооружение, откуда у них массовая поддержка, откуда такое количество, откуда все это делать? Об этом нам не скажут никогда. Нам будут говорить, как мы хорошо отбомбились. Тут склад разбомбили, тут, тут. И что, какой результат? Снова штурмуют Алеппо, обстреливают, аэропорты, жилые кварталы. И снова атакуют Пальмиру. Чего вы добились, мистер Путин? Ничего, ничего. Вы добились только одного. Свели с ума еще несколько сот тысяч сограждан, которые вдруг вас возлюбили. И сказали, не, ну Путин, конечно, дерьмо, но вот в Сирии он, конечно, неимоверно крут. Никак он не крут. Все имитации, как я и говорю. Мы сталкиваемся с абсолютно имитацией каких-либо вообще явлений, исходящих от власти. Там нет ничего настоящего. И именно поэтому вот эта нелепость с шествием 4 ноября, о котором они даже не знают, вот эти участники шествия, зачем она проводится? Ничего другого нет. Вот пустопорожнее действия без всякого смысла. Это и есть содержание деятельности Путина и всей его команды. Имитация всего. Ничего настоящего не должно быть. И эта имитация должна отпечататься у нас в мозгах. Ну, если мы уважаем сами себя, если у нас есть чувство собственного достоинства, мы должны просто все это отметать. Все эти имитации. Нет, вот от имитатора не надо принимать ничего. Если человек один раз использовал даже вот такие, ну один раз, ладно, ну по ошибке, простим. Ну, если это систематично, в течение многих лет занимается только одним и тем же имитацией. Зачем тогда нам верить ему на словах хоть в чем-нибудь? Ни во что верить не надо, уже как бы пожизненно. И все, кто связан с Путиным был, это люди, которые соучаствовали в имитации государственной власти в России, имитации правовой системы, имитации вооруженных сил, там вот эти парады, на которых мы должны верить, что у нас броня крепка и танки наши быстро. Все имитация. Поэтому давайте мы сориентируемся, русские люди, на участие в русском движении. Посильное какое-нибудь участие, хоть какое-нибудь. Поскольку у нас миллионы, если миллионы в это включатся, то этот режим пойдет очень быстро. Даже если будет применять силу, там массовое насилие, массовые репрессии, как и сейчас уже массовые репрессии есть, а сделать ничего невозможно. В русском самосознании тезис «Россия для русских» закрепился плотно, больше 50%, даже вот в условиях этого сложного положения респондента и необходимости высказать открыто свою позицию, тезис получает больше 50%, больше 50%, а про себя думают, ну, наверное, 70%. Если это русские люди, то это там 95% думают, «Россия для русских». Вот тот, кто так думает, должен, наконец, прийти к тому, что надо участвовать в русском движении. Если не участвуешь сам, вот, своим телом, не совершаешь каких-то телодвижений, не приходишь на митинги, не участвуешь в пикетах, не помогаешь как-то еще, ну, помогайте финансово. Лептов, Давицы, есть такая притча библейская, она дорога, да, если там богатей пожертвует нам миллион, это одно будет отношение, а если от лептов Давицы, то есть от малого все равно есть какая-то жертва, пусть грошовая, она все равно, все равно нам будет цена, и человек, который совершает эту жертву, она, может быть, для нас не существенна в материальном плане, но в психологическом плане, человек сам себя поднимает над обыденностью, вот этой омерзительной обыденностью, куда его погрузили. И мы тоже чувствуем реальную поддержку. Вот я к этому призываю, к тому, чтобы русские оказывали поддержку русскому движению, каким угодно способом, ну, найдите какой-нибудь способ, ну, вы же все-таки не дети, я обращаюсь к взрослым зрителям русских новостей, вы не дети, поэтому вы можете найти способ поддержать русское движение. Самое ценное, это, конечно, прямое участие, прямое участие, открытая ассоциация с русским движением, открытое заявление о своей поддержке русских национальных ценностей, русского национализма и русских националистов, поддержка русских националистов, которые являются политзаключенными, сидят в тюрьме, там, Владимира Квачкова, там, Георгия Боровикова, Кирилла Барабаша и других, многих других фамилий которых мы просто не можем собрать в кучку, это такой колоссальный список. Вот эта поддержка, она цена, словом, делом, каким угодно методом, поддерживайте русское движение. И тогда мы эту имитационную систему сметем и построим реальное русское государство, русское национальное государство и русско-национальную власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова